Ну что ж, финальная, так скажем, финишная прямая. Мы собрали 6 центров. Мы собрали 12 ребер. Ну, теперь вы подумаете, что нужно собирать уголки. Нет. Теперь, помните, вначале я сказал, что при сборке кубика 7х7 нужно будет потребоваться знание кубика 3х3. Так вот, теперь мы будем собирать этот кубик точно так же, как 3х3. Я очень долго не понимал эту фразу, когда многие так писали и говорили. Вы также, возможно, этого не понимаете, поэтому я поясню. В отличие от многих тех, кто записывали обучающие видео, они это не поясняли. Я поясню. Мы будем собирать этот кубик точно так же, как и кубик 3х3. С той лишь разницей, что центр у нас будет состоять из 5 вот таких ребрышек. Сейчас я это наглядно покажу. Вот. Похоже? То есть, это у нас, вот в кубике 3х3, вот у нас боковые грани и вот средний слой. В этом кубике точно так же. Вот это боковые, а это у нас будет вот такой огромный средний слой. Я же говорил, что вот это центр, а это весь средний слой. Вот. То есть, мы будем собирать этот кубик точно так же, как 3х3, с той лишь разницей, что в центре у нас не один слой, как здесь, а получается 5. Вот. Это вся разница, вот, в сборке этого кубика. Ну и конкретно давайте все-таки вспомним, может быть, кто-то не помнит, да, или не знает, как 3х3 собирать. Вот. Ну, я буду собирать своим методом, поэтому уж не обессудьте. Сначала мы собираем крест. Вы это помните, да, находим белый центр. И что мы делаем? Ну, в начинающем мы стыкуем, ну, я соберу, значит, по-своему. Значит, справа от синего у нас оранжевый. Находим этот оранжевый, вот он. Ставим его. Так. Теперь напротив синего у нас зеленый. И здесь красный. И вот так. Итак, крест собран. Ну, вот он крест. Ну, получается, тут как бы не крест, тут вот эти вот, если закрыть вот так, да, то вот он крест. Ну, просто вы же знаете, что иногда собираются вместе с крестом еще два. Вот он крест. Оранжевый состыкован, да. Ну, на первом этапе я понимаю, что вам тяжело сориентироваться, вы не понимаете. Но вот, это центр. Центральный слой. Поэтому у нас вот он, красный крест, да, тут вот. То есть, тяжело, конечно, да, на первых порах представить, что вот эти пять, это только один центр. Да, что вот так вот. Ну, так или иначе, вот мы крест собрали. Теперь что мы делаем? Переворачиваем его вниз. И делаем, ну, я делаю F2L. Итак, нахожу. Теперь реагируем на желтенькие уголки. Ну, нам же уголки нужно поставить, да? Вернее, на беленькие уголки реагируем. Он у нас красно-синий, значит, мы его между красным и синим ставим, между своим центром. И вот у нас, где его парочка. Ну, как бы это сложно сказать, парочка. Это ряд парочек. Но это у нас только один слой, напоминаю. Вот. Ну, и при такой ситуации, вот у нас уголок, мы его вот так поднимаем. Сделали парочку. И теперь вот так ее опустим. Вот, одна у нас готова сторона. Ищем еще. Ну, вот, синий-оранжевый. Мы его между своего центра ставим. И вот его парочка. Ну, ее нужно будет вывести ходом, PIF. Ну, просто я его сделал не так, PIF, а сделал его как бы через F. Вот. Такая ситуация решается вот таким алгоритмом. Вот, опять же, парочка. Мы ее вниз. Вот у нас две уже готовы. Еще одну. Вот. Вот это интересная ситуация, когда у нас... Вот он красно-зеленый. А, нет, это не та ситуация, простите. Ее надо вывести. Нет, это немножко другая ситуация, я ошибся. Ну, вот при такой ситуации, когда беленький наверху, мы стыкуем ребро. Его, как бы, место вот здесь, да, на зеленом. Но мы ее в обратную сторону ведем. Теперь вот этот беленький стыкуем. Вот у нас получается парочка, да, таким странным способом. Ну, и теперь мы эту парочку, точно так же, как и в 3х3, загоняем. Вот у нас 3 уже готово. И последний. Вот он. Оранжево-зеленый между своими центрами. И вот он. Здесь формула следующая. ДВ, Р'УР и формула мама. Ну, я ее так называю. Эту формулу я ее сам так придумал назвать. Вот у нас собрано, так скажем, 2 слоя. То, что называется F2L. Вот, 2 слоя у нас вот эти собрано. Ну, тут у нас собрано 6 слоев. Да, вот. А на самом деле 2. Теперь на очереди OLL. Да. Это палка. Это обычная, обыкновенная палка. Я ее решаю, ну, как бы, таким своим способом. Ну, не своим, а начинающей методикой. То есть, не по F2L, а начинающей методикой. Вот. Здесь глазки, здесь ушки. Мы понимаем, что это формула, которая называется вертолет. Ну, здесь я ее, естественно, делаю медленней. Вот. Ну, не обессудьте. Верх собирается. Ну, и теперь мы стыкуем 2, как в кресте мы помним, да? Вот, 1 состыкованно, 2 состыкованно, 2 не состыкованно. Эти состыкованные берем назад, делаем такую формулу. Ну, вы ее все прекрасно знаете из курса кубика 3х3. И вот это очень забавная формула, о которой я рассказывал, которую я делаю. Вот. Похоже? Согласитесь, что похоже. Только здесь в 7х7 глазки просто очень-очень микроскопические. А здесь они вот какие. Вот. Ну, видим, да, что синяя сторона, это сложно назвать стороной, это сторонища. И зеленые глазки. Напротив то же самое. Синенькие, тут красненькие. Ну, вот, я думаю, вот в сравнении это видно. Ну, эту формулу я делаю вообще в среднем за 2 секунды. Там меньше даже 2 секунд. Вот. Ну, сейчас просто медленно пальцы от этого кубика немножко такие липкие. Потому что, ну, не буду об этом говорить. В общем, он у меня сильно смазан. И он как бы весь практически в силиконовой смазке. Вот. Ну, это такое отступление. Здесь формулу, конечно, намного дольше делать. Потому что нужно крутить 3 слоя. Вот. Два раза. Да. Против. Опять М2. Вот. Видите как? Против. М2. Против. М2. Против. Тут, видите, двумя пальцами я делаю. Потому что одним здесь, как я делаю в 3х3, нереально. Еще раз М2. И еще раз против. И поздравляю вас. И не знаю еще кого поздравить. В общем, поздравляю всех, кто смотрит это видео. Потому что мы собрали кубик 7х7. У нас это получилось. И я надеюсь, что у вас это также получится. Но вначале нужно приобрести такой кубик. А такой кубик стоит недешево. Если такой кубик стоит 600 рублей. Кубик 3х3. То такой кубик стоит, ну, в соотношении с этим, конечно, он намного дешевле. Он 1000 стоит. Но 600 рублей за 3х3 и 1000 за 7х7. Я считаю, причем крутится он очень хорошо. Особенно после силиконовой смазки. То есть, ну, это тоже у меня после силиконки. Поэтому, вот, очень-очень хорошо крутится. Кубики, биг кубы Остшинг Шоу самые лучшие. А маленькие самые лучшие это либо Даян, либо Мой Ю, ну, Вейлонг. Сейчас новый Алонг вышел. Поэтому вот так. Вот и все.